Здравствуйте, в эфире программа Трибуна, в студии Владимир Нестеров, и сегодня у нас в гостях заместитель председателя Комитета Сайта Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Александр Борисов Александр Александрович. Здравствуйте. Я знаю, что относительно недавно прошел Омский форум социальных инноваций, в котором приняли участие почти все регионы нашей страны, и без исключения скажу, что представители всех регионов были там в качестве делегатов, но даже посетили этот форум, так скажем. С какими предложениями в нем принял участие ваш регион Псковская область? На самом деле, действительно, вы абсолютно правы. Можно сказать, формально предложение прислали и в конечную резолюцию, и в рекомендации практически все регионы, то есть все поучаствовали. Наш регион участвовал там и в выставке, и в обсуждениях в теме, связанной с так называемым социальным городком. Это, скажем так, наш псковский проект, который связан с особенностями территориального устройства Псковской области. Дело в том, что у нас очень большое количество населенных пунктов, там порядка 10 тысяч. Есть населенные пункты с населением 0 или 1, да, то есть как бы населенный пункт есть, скорее, чаще всего это какие-то люди, которые нуждаются в социальной помощи. И доступ к ним очень сложен, не говоря уже о показаниях какой-то там качественной социальной услуги. Поэтому вот такая была у нас идея о том, чтобы построить такой небольшой городок. Ну, назвали его городок, на самом деле, такой новый формат такого дома, куда могут попасть люди, которые нуждаются в помощи. Для того, чтобы каким-то образом создать им качественные по уровню, там, качественные условия проживания и обеспечить качественными социальными услугами по уходу за ними, там, прочее. Вот подобного рода городок мы, собственно, и выставляли на выставке. То есть это не, как скажем, дом, там, престарелых, допустим, да, но какие-то элементы этого будут. Это новая форма такая, да, то есть, скажем так, дом престарелых, это такая... Ну, имеет негативную, да, согласитесь, негативную коннотацию. Мы хотим, чтобы это был такой, действительно, именно городок, да, то есть, предполагается инфраструктура, как бы, где люди, там, каким-то образом, там, общаются, перемещаются, там, занимаются какими-то делами, которые, которые им по силам, там, то есть, ведут такой нормальный образ жизни. Собственно, об этом идет речь. Ну, а, естественно, каково быть тем людям, допустим, которые, ну, вот, проживают в населенном пункте в количестве одного и, допустим, не хотят покидать вот уже насиженное, так скажем. Ну, это, конечно, не всякого сомнения, это будет добровольно, но здесь же, что называется, можно показывать людям, что вот, 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 смотрите, вот есть вот такая, такая, вот, такой вариант, есть такой вариант. Ну, должен быть выбор. Понятно, что есть люди, которые не хотят покидать, там, родных мест в силу разных причин, там, у кого-то, там, похоронены, там, родственники, родители и прочее, и... Ну, у кого-то вся жизнь прошла. У кого-то вся жизнь там прошла, да, и какая-нибудь бабушка, которая, не знаю, живет в доме с колодцем, там, ей тоже тяжело, там, набрать воды, все равно, тем не менее, для нее вот эти вещи ментальные, они, как бы, через них сложно переступить. Ну, это, не всякое сомнение, в любом случае, никто не собирается людей бросать, это обязанность государства оказывать ее услуги, и понятно, что у нас все равно, там, даже, там, в момент каких-то кризис, кризисов, там, все равно социальные обязательства находятся на первом месте. Будем предлагать, просто, да, мы пока пробуем этот опыт, если мы поймем, что эта тема пойдет, да, например, каким-то образом, и люди скажут, да, хорошо, мы готовы, там, переместиться и жить там, да, поэтому посмотрим. Посмотрим. Это вещь, которая у нас пока, вот, первая. Соответственно, как и любой, там, пилотный проект, надо посмотреть, как это будет работать. Скажите, вот, сегодня в 15 российских регионах созданы центры инноваций соцсферы. Я знаю, что вы предложили, чтобы подобные центры инноваций появились в каждом субъекте Российской Федерации. Что это за центры, и каким образом они могут способствовать развитию социальной сферы? Ну, смотрите, просто мы, когда говорим, допустим, о социальном предпринимательстве, то, как бы, понятнее всего, когда речь идет о, скажем так, какой-то предпринимательской активности именно в социальной сфере. Более того, там, есть закон, который заработал с этого года, который называется «Социальное обслуживание граждан, который подразумевает определенное раз государственных социальных услуг и участие в нем, скажем так, каких-то предприятий, негосударственных предприятий, частных частного сектора и прочее». И вот, соответственно, все это, наверное, подходит под определение социального предпринимательства. На мой взгляд, это понятие гораздо шире. И, на самом деле, я думаю, что в этом социальном предпринимательстве могут быть задействованы, в том числе, и некоммерческие организации. И вообще, я думаю, что статус социального предпринимателя может быть присваиваться, неважно кому, НКО или какому-то коммерческому организации, с точки зрения того, что есть какая-то социальная проблема, ее можно решить. Ее можно решить не только дав денег, да, то есть не просто дав удочку, не просто дав рыбу, а дав удочку, да. Поэтому, я думаю, что регионы должны сами смотреть, какая проблема для них является актуальной и искать способы решения, в том числе и вот в этом секторе, в частном, который, мне кажется, на мой взгляд, недооценен, у которой люди стремятся каким-то образом, в том числе, вновь открывающиеся рынки, ну, как тот же самый рынок, допустим, в социальной сфере. А что касается Центра инноваций в социальной сфере, то это такой проект, который поддерживает Министерство экономического развития, действительно, сейчас их 15. Это, скажем так, они придуманы как вариант поддержки вот тех людей, которые готовы заниматься этим бизнесом, там их обучают, там им рассказывают, что вот есть такие-то способы. Такие-то варианты поддержки, соответственно, в том числе, сам по себе создание этого центра является проектом, который, я уже сказал, поддерживает Минэк и субсидируется. Вот, поэтому, я думаю, что вполне возможно, эти центры каким-то образом могут послужить такой вот инфраструктурой поддержки того зарождающегося социального предпринимательства, который, на мой взгляд, как я уже сказал, может трактоваться гораздо шире, чем просто предпринимательство в социальной сфере. Ну вот, давайте продолжим эту тему, неотъемлемой частью социального предпринимательства и тому, к чему стремится наше государство. Это государственное частное партнерство, об этом очень много говорилось, в том числе и по теме, касающейся социальной сферы. Но ведь как, вот не совсем понятно, как оно должно быть выстроено, ведь по идее, ведь все услуги, которые представляют населению подобные центры, центры социального обслуживания, они при воре должны быть бесплатны, либо же плата за них должна иметь какой-то чисто формальный характер. А в чем же тогда может выиграть частник, когда придет на этот рынок? Ну смотрите, на самом деле, ведь здесь опять деки, нужно каким-то образом договориться о понятиях. Когда мы говорим о государственном частном партнерстве, то мы как раз и на Омском форуме, там достаточно активно обсуждали тот законопроект, который сейчас мы ждем, когда он будет все-таки принят в окончательном чтении. Там речь шла конкретно о строительстве инфраструктуры, то есть возникал какой-то объект, допустим, недвижимость. И в данной ситуации государственное частное партнерство воспринималось как возможность привлечь именно к строительству вот этой инфраструктуры какие-то там дополнительные инвестиции не от государства. И, соответственно, понятно, вы абсолютно правильно говорите, если туда приходит инвестор, нужно понимать, как он эти деньги обратно, скажем так. – На то и есть бизнес, чтобы делать деньги. – Совершенно верно, да. Но здесь есть такая вещь, дело в том, что все равно бесплатного не бывает. То есть эта услуга бесплатна для человека, например, но за нее все равно кто-то заплатил. То есть это заплатило государство или заплатили, если, допустим, уже бизнес, заплатили его родственники, это заплатили тот или иной фонд, там фонд медицинского страхования или фонд социального страхования. То есть эта услуга все равно, она как бы оплачивается по определенному нормативу. И, соответственно, если по этому нормативу эта услуга будет оплачиваться в том числе и человеку, который готов эту услугу предоставлять, то, по большому счету, возникает бизнес. А если потом к этому еще добавляются какие-то там дополнительные услуги, за которые люди просто сами готовы платить, ну вот, собственно, и начинается развитие вот этого социального сектора. Здесь, как всегда, вопрос в мелочах наверняка, да, как бы, собственно, сам по себе слово партнерство, да, предполагает абсолютно там точные договоренности, которые там должны соблюдаться. С точки зрения возврата инвестиций, понятно, как бы, вот есть там, если мы говорим о тарифе, соответственно, нужно разговаривать об этом тарифе, который не всегда учитывает там социальную, инвестиционную составляющую. Поэтому работы еще достаточно много, но посмотрим, как бы, шаги, мне кажется, делаются правильные. И дело в том, что именно как раз в период такой, который у нас называется кризисным, мне кажется, государство просто обязано искать какие-то дополнительные ресурсы и становиться партнером людей, которые готовы этот ресурс каким-то образом предоставить. Да, ну, если государство есть рубль, но оно, допустим, может потратить 50 копеек, а на 50 копеек привлечь какого-то инвестора, то, соответственно, освобождается 50 копеек, на которые можно либо создать какую-то дополнительную услугу, но и таким образом рационально потратить. Поэтому я думаю, что именно сейчас такое время, когда необходимо искать, вот государство должно искать партнеров. Напомню, что у нас в гостях был Александр Борисов, сенатор от Псковской области. С вами был Владимир Нестеров и программа «Трибуна». Скоро услышимся и увидимся.